Украина здесь, движение справедливости, много неправильства в Украинской организации. Наш голос, за тем, присоединить голосу российской оппозиции в Бурганске, решать, что не тусировать реальному неправильству Адрама России с требованием освободить правительство ученых, русских заложников, которые решили, Его сепаратистская организация на временных территориях, или же в Москве, или же в Симферополе, содержит тюрьмы. Незаконная никакая полиция причетная. И требование номер два – это реально осудить необъятную, но войну против Украины и с совместными усилиями, с международной координацией, с Соединенные Штаты. Украина, и реально осудить необъятную ситуацию против войны. Мы, тоже профессиональные войска, вышли и встретили, и таким образом голос нашей украинской, нашей новой Украины, мы передаем для новой России. Мы видим перспективы, действительно, дивных изменений в жизни людей, простых людей в Украине и в России. Это прекращение оккупации, проведение российской войск, в Симферополе, возвращение нормальной границы украинско-российской, возвращение к миру. И мы понимаем и четко говорим здесь, в Украине, у всех украинцев, поверьте мне, это вся уже в Украинской нации. Мы называем Аниссо, анисо, анисо, и мы, крики, и мы решим, что у нас есть право, что мы человек, в Украине. Собственно, я заинтересуюсь в обложениях в Украине, и еще раз, что мы таки равные действия, и в Украине, и в Украине, и в Украине. Как он, собственно, происходил? Потому что, ну, просто интересно, вот опыт же каких-то других стран, кто же принесут, видите? Важно. И моя позиция не изменилась. В Украине так действовало в 8-9 году. Мое четкое предложение видения началось с того, чтобы рассекретить в России все архивы КГБ, НКВД, КПУ и вернуть россиянам, каждой российской семье правду. Фотографы родственников, где расстреляют какие концлагеря дедушка Калиня, где создавал с 19-го, когда начинал. То есть вся эта правда, которая известна о нацистах, о юморах, о юморах, о юморах. Точно так же можно и нужно начинать давно с рассеклашения вывод и правды о большевистском режиме, о сталинских концлагерях и преступлениях в чиновечности сейчас на территории Украины, которые совершают и российские способности, и российские войска, и так называемые системализации. Правда. Вот это и есть, и иллюстрации. Не нужно ничего другого. И россияне, это достаточно крупные люди, и все хотят знать, где бабушки, где, собственно, и откуда была такая или иная семья. Вот что важно. Мне кажется, это нужно обязательно. Еще очень важный вопрос по поводу незаключения как бы представителей предыдущего режима, да, работающего в институте, да, государства. Потому что вы же тоже заботитесь в школу. Вы, тем не менее, очень эффективно работали, да, да. Я не знаю, как и мы никогда не заканчиваем. Меня, по-другому, важно, чтобы вернуть там рассекретить таких, для чего? Это было понятно, и то, когда был причастник к преступлениям против человечества, к преступлениям и расстрелам. Чего-то осудил. Такие и такое решение. Не такие карательные службы, а такие карательные решения. Просто и нужно выйти на общественное мнение, которое понимает, в чем себя с администрации. И какая она нужна. Какая она будет в России, я не знаю. И наступление права российских граждан выбирать путь очищения под Каратиной, путь сдвижения к Каратине. А результаты в Украине, вот последние, мы как хотим интересовать. И те саветизации или нет? Первые, главные все архивы открыты. И то, за что я отвечал, несмотря на политическое давление, и массу решений, мы это сделали, и это важно. В том числе и российских гражданах, то, что было в нашей, что было открыто. Это важно, нужно идти дальше. Украине следующий путем. В Украине очищение дальнейшее, это очищение от коррупционеров. И все были причастны или были причастны к коррупции. И мы сейчас понимаем, что новые решения не появятся в России. Но мы станем сильнее, мы станем не близкими. Это будет очистка коррупции. Это будет логарство. А через коррупционерам запрет на низшую государственную должность. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.